Здравствуйте! Мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки. Сегодня мы будем слушать сказку «Кто сказал мяу?» Сутеев. Итак, щенок спал на коврике около дивана. Вдруг сквозь сон он услышал, как кто-то сказал «Мяу!». Щенок поднял голову, посмотрел, никого нет. «Это, наверное, мне приснилось», — подумал он и улегся поудобнее. И тут кто-то опять сказал «Мяу!». Кто там? Скочил щенок, обижал всю комнату, заглянул под кровать, под стол, никого нет. Влез на подоконник, увидел за окном, во дворе гуляет петух. «Вот кто не дал мне спать», — подумал щенок и побежал во двор к петуху. «Это ты?» — сказал мяу, — спросил щенок петуха. «Нет, я говорю». Петух захлопал крыльями и закричал «Кукареку!» «А больше ты ничего не умеешь говорить?» — спросил щенок. «Нет, только кукареку», — сказал петух. Щенок почесал задней лапой за ухом и пошел домой. Вдруг у самого крыльца кто-то сказал «Мяу!». «Это тут», — сказал себе щенок и быстро начал рыть под крыльцом всеми четырьмя лапами. Когда он вырыл большую яму, оттуда выскочил маленький серый мышонок. «Ты?» — сказал мяу, — строго спросил его щенок. «Пи-пи-пи-пи!» — запищал мышонок. «А кто?» — так сказал. «Кто-то сказал мяу». «Близко?» — заволновался мышонок. «Вот здесь, совсем рядом», — сказал щенок. «Мне страшно! Пи-пи-пи-пи!» — запищал мышонок и юркнул под крыльцом. Щенок содумался. Вдруг около собачьей конуры кто-то громко сказал «Мяу!». Щенок обижал вокруг конуры три раза, но никого не нашел. В конуре кто-то зашевелился. «Вот он!» — сказал себе щенок. «Сейчас я его поймаю». Он подкрался поближе. Навстречу ему выскочил огромный лохматый пёс. «Р-р-р!» — зарычал пёс. «Я, я хотел узнать!» «Р-р-р!» — это вы сказали мяу?» Прошептал щенок, поджимая хвостик. «Я? Ты смеешься, щенок?» Со всех ног бросился щенок в сад и спрятался там под кустом. И тут прямо над его ухом кто-то сказал «Мяу!». Щенок выглянул из-под куста. Прямо перед ним на цветке сидела мохнатая пчела. «Вот кто сказал мяу!» — подумал щенок и хотел схватить его зубами. «З-з-з!» — прожужжала обиженная пчела и больно ужалила щенка в кончик носа. Завизжал щенок, побежал, а пчела за ним. «Летит и жужжит! Ужжжжалю! Ужжжжалю!» Побежал щенок в пруду и в воду. Когда он вынырнул, пчелы уже не было. И тут опять кто-то сказал «Мяу!». «Это ты?» — сказала мяу! — спросил щенок рыбу, которая проплывала мимо него. Рыба ничего не ответила, махнула хвостом и исчезла в глубине пруда. «Ква-ква-ква!» — засмеялась лягушка, сидевшая на листе лилии. «Разве ты не знаешь, что рыбы не говорят?» «А может быть, это ты?» — сказала мяу! — спросил щенок лягушку. «Ква-ква-ква!» — засмеялась лягушка. «Какой ты глупый!» — лягушки только квакают. И прыгнула в воду. Пошел щенок домой, мокрый, с распухшим носом. Грустный улегся он на коврике около дивана и вдруг услышал «Мяу!». Он скачил на подоконнике. Сидела пушистая полосатая кошка. «Мяу!» — сказала кошка. Аф-ф-фа-ф! — залаял щенок. Потом вспомнил, как рычал лохматый пес и зарычал «Р-р-р-р-р!». Кошка изогнулась, зашипела, ш-ш-ш-ш-ш, зафыркала фыр-фыр и выпрыгнула в окно. Вернулся щенок на свой коврик и улегся спать. Он теперь знал, кто сказал «Мяу!». Вот и сказки конец. А кто слушал — молодец! понравилось видео подписывайся на канал ставь лайк пиши комментарии и жми на колокольчик до встречи в новых видео